Присаживайся поудобнее рядом, прящаясь к нему. И готовься услышать историю. Историю одного гордого шотландского клана. Который переживает свое развитие. И возможно закат этой зимой, если все пойдет не так, как было бы планировано. В прошлой серии, в прошлой серии, мы начали потихонечку строительство жилого, так сказать, квартала, массива, как вам больше угодно. И трое наших рабочих ушли. Один остался, но он уже колышется. И недоволен предсходящим. Скорее всего и его покинем на сегодня. И он покинет нас сегодня. Кстати, я вижу, что я поторопился строиться вентиляции, так понимаю. Ну, здесь как бы, здесь нет соединения, поэтому проблем не вижу. Но здесь камина явно одного не хватает, чтобы отопиться. Поэтому, наверное, я вентиляцию закрою все-таки, чтобы здесь теплее становилось. Потому что как-то недобро будет все происходящее. Но ничего, наши курочки тоже мерзнут, но они как-то более устойчивы к подобным проблемам. Думаю, стоит расширить их лежаночки, чтобы они могли более комфортно лежать. Еды им еще, вижу, хватает. Вода у них есть. Нам требуются ветки, которые... Я не знаю, где мы собираем ветки зиму. Хотя вот в этом лесочке можно немножечко поживиться веточку. Нам требуются гвозди. Сейчас тут накануне стоит большой проект переноса, вчера переезда. Сюда. Вернее, я вижу, уже его закончили. Воды как-то нас я вижу немаловатенько. Что меня очень сильно огорчает. И может даже пугает. В виде локал. Ну да. Не из приятных. По идее, надо было поставить что-то более удобное, нежели дырка. Ну, теоретически, можем вам отхожее место поставить. У нас нет гвоздиное. У нас есть металл, точнее руда. У нас плавка почему-то не там занимается. Кто ответственный за плавку металла? Нужен ремесло. Хорошо. Кто занимается у нас ремеслом? Я вижу, никто. Это у меня, конечно, печалит, печалит. Ничего не скажешь. Но ничего. Прорвемся. Прорвемся. Я бы даже, наверное, приоритет ремесла поставил где-то больше. К примеру, у тебя, наверное, и у тебя. Прорвемся, конечно, будет делать вот так вот. Да. Ты будешь пройдет не у нас ремонт. Потому что ремонт это очень важное дело. У нас и колония. Вот. И потихонечку стены возбудятся. Конечно, довольно длительный процесс. Я бы сказал, даже очень долгий. Но в целом, в целом все будет хорошо. Потихонечку будем раздавить крышу. Кроме всего этого жилого массива. Даже с небольшим зазорным домом. Он сюда пригодится. Ну, пока что как-то. Кашпичанец, что камин работает здесь. Наверное, я бы даже отменил здесь работу. Переставил бы камин сюда. Как можно быстрее. Здесь бы поставил чертеж камин. Да. Потому что он здесь уже рабочий. И он сможет уже отоплотить помещение. Кроме мере. Будет теплее намного. Да, урок пошел. Сразу хорошо. Теперь будет и светлее, и теплее. И вообще будет красота. Еще бы, конечно, не занимались этим всем ремеслом. К сожалению, почему ты как-то... Зачем ты занимаешься собирать? Ты это заниматься ремеслом. Здесь почему-то вода. Ну, вода, понятно, почему-то. Неудивительно абсолютно. Она потихонечку будет остатываться. Приобретая свой естественный вид. Тем не менее, шестой день зимы потихонечку подходит к концу. Что меня радует. Надо, наверное, вот этих объектов приоритет поставить повыше. В первую очередь. Ташка и кузни. Потому что, ну... На мостах это более важные дела. Нежели все остальное. Выплавка. Наверное, надо еще сделать так, чтобы эти нерадивые товарищи не кидали здесь ничего. Вот в этой зоне. Так нельзя ничего кинять. И вот так. Вот так тоже нельзя. И у нас, я вижу, появился подросток. И здесь... Короче, я понял. Здесь нужно везде поставить ограничитель пожара вот такой. Так. Здесь нигде нельзя ставить вот эти вещи. На чеком-то все очень очкило. Здесь я вижу. Тоже пока закрыть. Смысл в этом мире особо. А так может там даже теплее бы становиться. В принципе, кстати, почему здесь не перестроили? Я, видимо, проморгал этот момент. Здесь еще остались где-то. Где пожар. Может, вы потушите, мужики? Да. И строительство от этого здесь надо, наверное, приоритетно построить. Тоже, как эти стены. Кому вентиляции закроют, наверное. Людей, конечно, просто жестко не хватает. Здесь не хватает волнов. Да. А это что такое? Это койка. Соботно. А, ну-то знаки. Тоже, перенесите их. Быстрее подвески. Это тоже сделать приоритетно. Да. Рук не хватает, но зиму мы переживем. Там она и в нем еще рабочих. И потихонечку все пойдет. Здесь я вижу, как-то они тоже не очень торопятся. Надо открыть. Очень, да. Здесь Авадара замерзла. На вылет не мучить, конечно. Мягко сказать, что не мучить. Ну, ничего. Добывают железо уже. Будет делать грузины, инструменты. Другие полезности, которые пригодятся нам в нашем дальнейшем развитии. Без лишних рук работать стало. Зима лютует. Корочки плодятся. Надо будет в скором времени уже рубить голову, я думаю. У нас здесь, в принципе, есть еще три-четыре петуха суммарно. Один цыпленок. В принципе, можно, наверное, какой-то подрастет. Значит, уже рубить. Что можно, наверное, разрубить, в принципе. Яйца уже есть какие-нибудь? На седок. Вот, пока яиц нет. Да, у них есть вода, есть. В принципе, это хорошо. Я вижу прям 15-17 градусов. Прям вообще хорошо. О, уютно. Но людей не хаком. Деньги есть, а людей нет, с членом нет. Почему у тебя такое плохое настроение? Может, у тебя плохая одежда? И слишком светлод и спишь. Ну, ты боишься темноты, ты тоже. А тебе, наверное, нужно переназначить кровать сюда, чтобы ты не так сильно страдал. Что-то не дал. Но вы все-таки не делаете темноты не боитесь уже? Постепенно идет процесс строительства. Что уже не будет? Вот и подсилочку перенесем сюда. Будет хорошо тепло. Здесь даже холоднее, чем снаружи. Удивительно, да? Ха-ха. Каменная стена расслеживается. Надо же, наверное, вот здесь поставить крышу. Вот так. Да. Только стоп, 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 сейчас он только наворот. Вот это оставьте. А вот здесь поставьте вот такой скатик. Так. Это же перебором, наверное. Надо с перебором делать. А вот так немножечко почему-то в принципе и не надо. И не сделать. Я думаю, в принципе, коврик уже можно перетаскивать. Вот сразу коврик перенесу сейчас. Везет красивый пол. На все. Правда, немножечко неплохо, немного. Ну, а что поделать, что поделать, пока живем так. Я бы, наверное, хотел бы еще заказать здесь где-то, я помню, где-то, наверное, штуки. Сколько штаб еще влезает? Стаб лезает пять штук. Значит, наверное, закажем здесь три штучки. Здесь две штучки. Да. Я думаю, так мы это и сделаем. Египет пока что хватает, на удивление. Слава богу, коврик. Работа кипит. Правда, здесь лютый анархик, коврик. Сука, могу забить. Ну, а что поделать? Даже рыбалку занимаемся, восполняя постепенно припасы. Булунов не хватает. Это, конечно, печаль. Здесь я соберу влагу. Ну, там, это сейчас неважно, я говорю. Здесь более приоритетный задач, которым надо заниматься. Но которыми они не занимаются, к сожалению. Чем здесь кушин стоит, будем тебе объяснить? Зачем вы это делаете, мужики? Зачем? Вроде бы вы пытаетесь здесь выжить, а делать вы все это очень странно, конечно же. Очень странный наоборот. Ну, побежали. Палки собирать. Вот, интересно, мы спорим. Настроить оградочку с плетеной. В принципе, идея хорошая. Знаки поставили? Поставили. Молодцы. Максимальное удовольствие нужно. Не, минимально. Потому что холодно. Несытно. Вот эти две, наверное, я бы разобрал. Чуть-чуть. Переставил бы прикрывать сюда. Переместим. Ну да. Переместим туда повыше. И будем строить уже новых лодки. Занимайтесь этим, пожалуйста, максимально паралитетно. А еще лучше, наверное, поддерживать все-таки огонь, если вы хотите замерзнуть. Как-то они потухли и с вашей стороны надо платься. Чем интересны они их топят? Веточками? Или полением? Надо будет разобраться с этим вопросом, что они конкретно используют. Ну, ничего. Здесь мы уже будем строить отхожие места нового горшка. Для этого нужно даже когда горшки будет где-то вот здесь. А потом планирую сделать здесь две бадди. Одну оттуда перенесу. Здесь поставлю вторую бадди. Здесь я планирую поставить два вот таких красивых денег у меня. Где эти красавчики? У них что-то не вижу. тяжело быть слепым. Это будет точно вы здесь стоять? Да. Прибыл пупик. Ну, блин. В принципе, в принципе, я готов взять тебя под свое крыло. Рейбе кушин свободы стрелять. В принципе, я готов сдать себе кроватку. Еда нам позволяет на 6 дне еды этого нам хватит, чтобы полностью пережить зиму. И же потихонечку вступить в весну. Там уже мы за счет рыбной логли и охоты должны приближаться. Ну, конечно, хорошо, если бы пупинки, когда оставались по мгалинам работать. Но как бы... Как бы это не всегда. Ну, как бы, к сожалению, нет. не сегодня. И не в этой гре. Так, понимаю, скоро вот эта женщина тоже. Тебе нормально? Огромная комната, сытая, удобная постель, приятная седа. А с тобой что? Антитела, удобная постель, развлекается, огромная комната. да, да, я так и думаю, что она убит миром. С тобой что? Зачем ты ложишься у костра? Я понимаю, все. Надо построить термогилу. У нас, я вижу, наша бабушка умерла. да, надо делать очень оперативно. Нужно оперативно ее похоронить, на мой взгляд. Я вижу, все очень грустно, плохо. Да, нам будет специализировано сельщиков, потому что тоже печаль происходящая. И давайте дальше строить кроватки. Наверное, здесь два нет, останется, сразу на будущее. даже не знаю, что это сказать. Наверное, я на югу передвину. У меня просто сложили. Потом разберемся. Вот. Постань, то вот здесь черпала одно. второе черпало поставим вот здесь. Ага. Сюда мы перенесем эту кроватку. Засчерпала мешок. Засчерпала повернули вот так. И все. Дошел торговец, предлагает купить новоца и льна. и он покупать мы не будем. Продадим ему король. Да. Единственное, что мы можем пока что промыть. Она закончилась, да? Да. Доски, в принципе, можем. Мы еще их напили. И попросим его уйти. Посмотрим, что предлагает второй. Второй предлагает нам различные виды пищи мы их купим. Продадим ему даже не знаю. Обработанные каменные булки. Доски. Угу. Все. И отправим его тоже с вами. Немножечко пополнили наши запасы пищи. Он на гилу копает. Хорошо. Все. Нужно я быстренько пойти похоронить максимально. Максимально и быстро нам. Это тоже нужно все сделать быстро. Максимально приоритетно. Потому что черпал нет. А видимо что-то пить. Здесь мы поставим еще одну главную кровать я думаю. Чтобы потом в дальнейшем ее перенести. Чтобы в дальнейшем мы смогли ее перенести. уже в нашей построенной комнате. Зачем одел двойной кровати? Я перенесу двойную кровать в комнату, которую мы построили. Недавно нас покинули. Наш работник. Я перенесу двойную кровать в комнату, построил. И тогда здесь парочка сможет заниматься воспроизведением наше поселение. Пока что, пока что. К сожалению, они не хотят себе строить. У нас или действие всего. Пять человек. Он уже подросток. В принципе, его можно нагрузить чем-нибудь. Это явно не с уборкой. Наверное, я бы тебе поручил бы ремесло. Ремонт ремесло поручил наоборот убрал бы ремонт. Пониже. У нас больше седоводов. Там походят. Слишком мало людей, к сожалению, чтобы сделать более узкие специализированные специальности. Придется пока что вот так выживать. Как-то так. Но ничего страшного в этом особо нет. Ничего страшного нет. И на этом я думаю мы сегодня закончим. Спасибо, что смотрели это видео. Поставьте пожалуйста лайк, чтобы я увидел, что вам нравятся данные прохождения. Напишите что-нибудь в комментариях. Абсолютно что угодно. Что в вашей душе угодно. Может быть критика, может быть похвала, совет, что хотите. Не забывайте подписываться на канал. Чем вас больше, тем больше у до новых встреч. Субтитры 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 Субтитры